Запах новой машины один из приятнейших на свете, признается Геннадий Абашин. За рулем он 36 лет. Три года назад сменил баранку большегруза на кресло водителя пассажирского автобуса. Новая машина, работающая на газомоторном топливе, говорит, очень удобная, но особенно ее оценят пассажиры. Идет посмирей, поспокойнее, помягче, потому что бензиновый все-таки как-то по приемности, солярка, а этот, ну, нормально. В общем, немножко скорость, мощность теряется, а так двигатель хорошо работает. Заводится тоже нормально. Всего закуплено 82 новых автобуса марки «ЛиАЗ». Салон вмещает в себя более 100 пассажиров, а низкий пол и откидная аппарель удобны для маломобильных граждан. Пополнить автопарк удалось за счет бюджетов всех уровней. До чемпионата мира мы в основном весь парк должны обновить, и он должен соответствовать тем стандартам, которые требует оргкомитет. Согласно посланию президента, к 2020 году половина общественного транспорта в городах-миллионниках, в том числе и в Самаре, должна быть переведена на газомоторное топливо. Это не только экологично, но и экономично. Газ значительно дешевле солярки. В настоящий момент формируется новая заявка в правительство Российской Федерации по приобретению дополнительных автобусов. Мы будем наращивать и в дальнейшем наши усилия, чтобы повышать комфортность перевозок внутри города. С учетом лизинговых платежей один автобус обошелся в 10 миллионов рублей. Общий контракт на 800 миллионов. Очень многое зависит для человека, когда он утром выходит, едет на работу, и наш общественный транспорт его доставляет, с каким настроением он на работу приедет. Это во многом зависит от условий, от современности, от уровня комфорта, которым, безусловно, обладает новая техника. Уже на этой неделе первая партия лязов выйдет на маршруты города. Машины будут курсировать по шести направлениям. Водители уже прошли подготовку не только по вождению автобусов, но и по обслуживанию их оборудования. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.